здравствуйте друзья добро пожаловать в это новое видео которое будет долгожданным шоппинг-влогом прям большим шоппинг-влогом потому что я на днях ходила в винтажные магазины в секонд-хенды в париже и вы бы только знали сколько всего классного стильного я там перемирила я больше ни слова не скажу оставлю вас с этим увлекательнейшим процессом и потом конечно же покажу вам что я себе купила здесь целый шикарный рейл для любителей юбок в клетку я к сожалению не из числа таких людей но тут прям большой выбор а внизу то что господи меня всегда привлекает мне кажется мне нужно уже запретить вообще прикасаться к курткам вот эта кожа похоже на мою красную куртку только у меня она была вообще прямо в идеальном состоянии никакая не мятая это меня сразу привлекло тут красивый коричневый цвет но тоже они уже все такие прям очень винтажные мне кажется такое будет сложно прям вот сделать так чтобы смотрелось красиво давайте цвет фуксии синий фуксии такой приятный розовый интересный пиджак но его тоже нужно прям хорошенько подреставрировать хотя если этим заняться то представляете насколько это шикарно будет смотреться вот такую вещь в ателье или как-то самому посмотреть как это делается отреставрировать стоит это 40 евро потому что где вы найдете настоящую кожу в таком цвете в таком фасоне за 40 евро я пропагандирую мои ценности винтажные подержанные но зато какие интересные посмотрите на этот пиджак ну как будто гобелен слишком уж он такой массивный так меня привлекли вот эти очень длинные юбки знаете по типу гд можно только пришла уже начинается она прям в пол но настолько яркий сочный рисунок что как будто манит примерить и очень хороший хлопок вот эти юбки правда все таки длинные тоже бога стиль они еще и с рюшами внизу то есть прям вообще очень очень интересные тоже есть плесце и вот вообще такой вариант какая красота вот если бы я надела такую юбку я бы не останавливалась я бы ее добила наверное с чем-то очень очень ярким потому что это прям стиль чем больше тем лучше это же классный хлопок и возможно должен мой размер очень красивое сочетание именно зеленого розового или вот еще посмотрите какая яркая юбка ничего подобного не встречала знаете ощущение что не отшивают ли они это сами возможно потому что они прям все как на подбор такой более или менее один стиль но я в этом буду прям на цыганку наверное похоже ничего против не имею но это не совсем то не совсем та ассоциация которую я ищу или вот это прям знаете жаккард такие выпуклые аппликации цветов и очень приятный такой желтая салатный цвет мне кажется помимо странных дурацких юбок я бы еще с радостью себе какую-нибудь джинсовую посмотрела какую-то простую чтобы желательно поменьше было на ней всяких рваности в принципе тут есть из чего выбрать только вот иногда на них какие-то дурацкие элементы типа вот этих черепов встречаются здесь небольшой кусочек таких летних жакета секунду я не хочу развалить весь магазин в общем так мое добро мне вот этот нравился красный жакет но он прям супер шерстяной несмотря на то что он вот такие интересные пуговицы будто пуговицы знаете могут быть препятствием для наличия шерсти в одежде мне так всегда нравится вот эти массивные массивная мебель в эпизоде просто шикарно смотрится здорово что они так отреставрировали покрасили в черный вот такие платья возможно мне нужны потому что это как раз такие комбинации но это не совсем прям ночные комбинации на них нет ни кружева ничего не более такие сдержанные и в них как раз удобно адекватно ходить сапогами потому что они как раз не слишком длинные не путаются и возможно я найду здесь свое счастье 1 такого вида смотреть не буду это что-то на вечернем кстати неплохой вариант смотрите внизу только кружево но тоже такое немного агрессивное сочетание такого бордового черного цвета хотя вот эта ткань смотрится довольно приятно такой ненавязчивый люрекс наверное вот моя сущность красивый принт измененный и мне кажется да вот он может здорово смотреться так что он прям вообще не будет смотреться как ночная сорочка но при этом будет классно с сапогами просто посмотрите какую сумку я тут нашла вот что значит красивая красная сумка я ее даже попытаюсь отцепить каким-то образом чтобы примерить потому что мне кажется она в хорошем состоянии и у нее такой красивый красный что просто камера его не передаст простите но эта сумка мне кажется шикарно какой у нее красивый цвет давайте я вам покажу вот так вот этот кусочек свету вот ее натуральный цвет ее бы отреставрировать немного совсем покрасить по краям и у нее здесь как бы не хватает хлястика на молнии но она супер вместительная в нее и ноутбук влезет и не знаю если куда-то на самолете лететь это прикручная кладь что ж такое я никогда не видела вот эти шапки бобы в кожаном варианте знаете они как моя шляпа из все но у них завернут козырек и они из кожи что мне кажется дождливую погоду вообще просто супер стоит 25 евро и наверное они все одинаковых моделей господи как не удобно со всем своим добром они по-моему ничем не отличаются но быть может только текстурой кожи почему у меня сегодня хвост на голове на нем конечно такое будет смотреться очень печально еще здесь есть джинсовки просто всех расцветок вот это интересный цвет такой фуксия нежно-сиреневый и вообще кстати джинсовки даже в детстве вообще не носила мне было них как-то не очень комфортно ними всегда казались слишком жесткими может сейчас стоит что-нибудь померить это тоже шопперы расшиты сшиты точнее в эпизоде смотрите какие классные прям здорово что они используют остатки материалов ну например кусок которые вышли из строя совсем шил вот эти бобы которые там или шопперы или какие-то платья вообще замечательно а это смотрите кимоно вот так головокружительные мы с вами спускаемся вниз где тоже много всего есть них даже есть еще этаж ниже я нашла то что мне может очень подойти рейл с платьями как я хотела на тонких лямках довольно длинные вот например есть вот такое интересное платье оно конечно с рюшами но мне кажется это может быть интересно я уже не знаю куда это складывать или вот красное боже какое эффектное платье у него на спине посмотрите какие интересные элементы я правда не знаю по размеру мне кажется можно брать здесь классно что нет ограничений как таковых по количеству вещей и это как будто возьму в общем можно взять с собой примерочно в принципе столько сколько вы хотите там работают чудесные люди молодые радующиеся жизни они в основном с собой все обсуждают поэтому можно спокойно идти и мерить и вообще никто на тебя косо не посмотрит сколько ты взял сколько ты там простоял эти примерочных здесь много и они с зеркалами вот это суперское платье но она прям прозрачная вот тоже красивый черный вариант конечно тоже все перепутано в общем безысходная ситуация я наверное когда разберусь а вот разобралась до интересное платье как будто тоже просится со мной я не знаю какие-то потащу и сколько времени я проведу в примерочных но знаете что же отказываться если меня платье прямо сами просится в руки еще здорово что у них есть опция регулирования лямок что в моем случае вообще всегда просто супер это trail находится на самом самом низу можете заметить тут вообще никого нет и можно запросто найти что-нибудь интересное вот красивый розовый но для меня это прям сильно ярко он даже на камере выглядит как в жизни такая бьющая по глазам окраска хотя платье интересное такие тонкие лямки для кого-то другого на загорелой кожи очень здорово смотрится вышла очень интересный комбинезон посмотрите вот это комбинезон его нога напоминает жанна поле готье что-то такое здесь небольшой элемент с кружевом и ненавязчивый но он прям супер супер интересный странный таковой стиль позволяет мне кажется вообще здорово хотя я не понимаю как бедра будут смотреться вот в таком варианте хотя возможно они просто заправляются вот так и похоже на карманы становится просто посмотрите в каком кошмарном хаосе висят мои плечики вообще я без понятия какие-то буду мерить я просто еле как это развесила ну в общем приступим и так что мы имеем юбка номер один у нее испорчена подкладка и если честно такой блеклый цвет не очень и в ней шагать вообще невозможно просто вот видите она она очень сковывает движение я надеюсь вы готовы к этому безумию потому что это именно эта юбка она мне большая то есть либо либо она носится действительно прям на бедрах но что-то это не очень комфортно и она прям подметает пол но знаете это была интересная попытка возможно даже вот с этой сумкой как раз красный потому что я с ней так и хожу ну просто как вариант что думаете заберут меня в дурдом в таком виде или нет но правда она очень стильная если бы я могла ее либо ушить либо укоротить но для этого мне нужно найти швею боже если у вас есть контакты швеи пожалуйста напишите мне друзья проверенный швеи вежливый это очень важно в общем расцветка меня покорила ох наверное похожу как с этой сумкой тоже похожу подумаю после той шикарной юбки это смотрится прям очень скучно хотя в принципе она довольно неплохая но вот ощущение что она вот здесь топорщица и это конечно прибавляет в бедрах чего совсем мне не хочется да вот это вот часть торчащая не очень хотя у нее интересные я не понимаю что там происходит в общем интересная ткань такой расцветки и вот это кружево внизу тоже красивая чем смотрится необычно но фасон не очень этот случай когда вроде юбка неплохо села но очень дурацкий принт который нам не смотрится по дурацки потому что на плечиках это все выглядело прям получше и она тоже на резинке знаете ощущение что резинка может не очень хорошо сидеть как-то перекручиваться где-то собираться хотя у нее красивая подкладка такого фиолетового цвета возможно но я не знаю мне кажется черная футболка особенно такого растянутого вида как у меня это самая базовая вещь чтобы посмотреть вообще насколько предмет гардероба может вписаться к вам или нет у меня есть небольшой лайфхак как сэкономить место на плечиках если у вас такой аншлаг из всего как у меня я просто вот так их цепляю на какие-то палки-балки либо еще сюда можно сверху повесить и это еще ограждает меня от любопытных глаз сейчас никого нету здесь довольно крупные щели между примерочными так нарядилась в свой привычный костюм и не могу понять вроде все неплохо вроде как будто коротко чересчур было бы она чуть-чуть подлиннее я бы наверное вообще не раздумала потому что вот сверху мне она нравится как смотрится снизу как-то не знаю может как раз казаки сюда не очень кстати так я возьму сумку мне очень интересно как змеиный принц этим красным будет смотреться довольно неплохо кстати говоря нет платье наверно стоит отвесить точнее оставить это платье видимо точно нет она слишком прям похоже на комбинацию и у него такой неоднозначный какой-то морковно терракотовый цвет и длина тоже какая-то непонятная сзади смотрится вот так и снизу она очень сильно расширяется так что нет в этом платье я похожа на подушку просто я не знаю какой-то я в нем выгляжу как печальный спальный мешок я не знаю почему возможно дело в цвете опять моей бледной кожи нужно намазаться авто загаром но видимо просто фасон да не тот и даже если завязать вот эти штучки она конечно немного она кстати немного оживает если его так затянуть но опять бедра вот мне не нравится вот этот вот этот факт хотя возможно это нормально чтобы как раз беспрепятственно ходить какая ассоциация у вас приходит но он либо я бледное тесто с маком вот что мне еще в голову пришло очередное платье я надеюсь вы еще не устали какое-то она непонятно если честно тоже я в нем выгляжу как баба на чайник наверное но черного цвета слишком объемная я бы сказала но вот длина мне такая нравится наверное сумка я не знаю что пытаюсь увидеть с этой сумкой наверное просто еще раз посмотреть как она будет смотреться например в тот рок в тотал black образах потом немного красного что думаете она очень эффектно и она супер нарядная длинная и вроде даже не такой уж плохой оттенок красного давайте я покажу вам его со спины насколько позволит мне моя гибкость которой нет в общем естественно нижнее белье его здесь быть не должно и сзади она будет так красиво собираться куда-нибудь на вечер платьев на выход как будто их так много что красное даже не знаю нужно она мне вообще или нет ну белье конечно должно быть подобающее упустим эти нюансы красную сумку к нему брать не буду здесь и такого красного цвета хватает идем дальше вот это платье вроде ничего такой довольно интересный принт но вот по ощущениям знаете она мне как будто слишком облегает я такое не очень люблю прям прям все все сильно облегает я наверное за такие более более прямые что ли силуэты хотя в него даже вот эти вот линии сделаны как раз чтобы визуально фигуру сузить вот эта полоса но если честно я не в восторге как она на меня тело на меня на мне как она на мне сидит вот такой жизнерадостный цвет на мне появился тоже с напоминанием змейного принта я не знаю мне сейчас но он сверху не очень нравится а вот свет прям суперский такой приятный лазурный красивая подкладка даже вот эти воланы внизу меня не так смущают вот что-то не то опять не хочется вот это вот линию бедра как-то подправить хотя она нормально сидит у меня проблемы в голове видимо неплохое платье буду думать очередное черное платье которое тоже меня перетягивает но длина классная но не для меня так это уже что-то поинтереснее посмотрите какое летящее классное платье и при том что оно летящее меня и улетящее не раздражает потому что классный мотив хорошая ткань это по моему это шелк и оно мне небольшое тут есть лямки которые регулируются мне кажется в движении оно будет смотреться просто суперско с учетом того что здесь есть подкладка в нем ходить должно быть очень комфортно тут очень много классных моделей давайте вот это примерим мне очень неудобно на носу но и по цвету тоже нет я просто невероятный психодел очки в красном цвете у меня все кровавое я приплыла к самой интересующей наверное меня части к черному цвету куда же я без него боже посмотрите какая прелесть тоже болеро и это стоит 6 евро вот эти все все пайетки это супер еще нужно видеть потенциал в таких мятых непрезентабельных вещах конечно не в таком состоянии потому что вот это уже ничто не спасет но сам фасон блузки суперский я обожаю когда есть такой большой глубокий вырез и что-то по типу шарфика что можно завязать как чокер и это будет очень красиво смотреться и всегда можно носить либо с джинсами либо на вечерний вариант с каблуками и меня сегодня везет на такие праздничные экземпляры посмотрите какие розы на цвет совершенно дурацкий если честно с таким дешевым отблеском конечно меня это травка господи она меня всегда привлекает правда рукав такой не туда не сюда три четверти это комплект это кардиган и посмотрите кто-то притаился рядом я думала это юбка но нет вот эта штука мега странная я недавно натыкалась на бренд блат хуапа называется так стихом русский бренд и мне показалось что у них вещи вот в подобном стиле таком странного там странновато это иногда про меня тут вообще топ и не заканчиваются вот целую рейл и вот с этой стороны я по моему тоже не было до конца и с другой стороны боже мой у меня от работы непочатый край давайте приступим с этой стороны туристы мне кажется не доходят до такого типа секондер поэтому вполне себе что вещи остаются платки тут по 5 евро тут прям много чего интересно можно найти и причем платки разной формы есть как классические квадраты так и вытянутые вот очень интересный цвет или господи смотрите тут есть дикие уточки он такой красивый красный платок но если честно я не понимаю куда вот такого размера платки повязывать если есть идеи дайте знать на сумке только если на шею как-то он совсем мне кажется куца будет смотреться я не могу не подойти к кожаным курткам вдруг как раз летом можно найти идеальную косуху в поисках которой я сейчас решила находиться вот этот жакет будет прям на меня и вроде у него даже неплохое состояние ну как можно купить краску и просто попросить те части кожи где они обшоркались примерила этот жакет вроде он неплохо сел но у меня ощущение что что-то не то будто в плечах он слишком большой и это не такое нужное не не оверсайз к бах сел хорошо и он очень легкий и приятная кожа смотрите какая она красивая с учетом того что здесь вообще все супер доступно стоит в общем подумаю похожу просто посмотрите какой рейл с обувью это тех кто не брезгает но в любом случае и тоже можно также сдавать химчистку менять стельки и тому подобное я думаю секонд-хендов еще никогда себе обувь не покупала но французы прям практикуют это им абсолютно нормально обувь по 15 евро по 20 и мы идем к платьям сейчас поменяю руку чтобы было листать удобнее меня как обычно привлекают платья которые я скорее всего ну конечно я не буду такое носить абсолютно это не мой стиль хотя вот это действительно всегда привлекает глаз кто-то при должной стилизации сможет это вывести и нормально носить но и мне если честно таким заниматься не хочется такой кантри стайл мне бы как раз казакам сегодняшним оно бы подошло или вот платье в таком стиле дольче габбана практически с красной помадой с босоножками где-нибудь на отдыхе с плетеной сумкой может быть было бы здорово мне кажется платье которое я в своей голове себе придумал я тут не найду вообще никогда хотя тоже вот очень интересно такой экземпляр необычный такое редко встретишь мне хочется вообще чего-то супер простого как обычно мне падают в руки комбинации кто-то тоже в таком даже может нормально ходить с пиджаками с сапогами мне пока смелости не хватает смотрите какое интересное платье о боже но она внизу из кожзама расшитая вот таким бисером по бархату она супер необычная я в таком никуда не пойду конечно наверное вполне себе аля лаперла конечно с дырками лаперла но был потенциал красивые вещи это нежные варианты аля я безе знаете что я бы примерила возможно вот с сапогами я девушку одну видела недавно она мне очень понравилось как она выглядит у нее было платье в цветочек и у нее были казаки платье причем было довольно но оно не было короткими не было слишком длинно так что можно было нормально шагать в сапогах поэтому у меня возможно есть планы вот на это платье думаете в каких цветах я могу найти леопард просто во всех всевозможных что вы думаете я просто хотел сначала посмеяться потом я сейчас прикладываю ее к казакам и что-то мне не очень смешно потому что как будто хочется ее примерить я никогда не мерила вот такого вида авиаторы наверное не стоит начинать потому что совсем не моя модель это очень весело мне кстати по стилю вот они больше всего подходят аля полиция и примерочная как обычно нас радует в потому что здесь нет зеркала здесь просто четыре стены очень жаль я смогу тут показывать что-то не то если честно какой-то сильно короткий как я предполагала простой черный топ но он в бархате кстати смотрится очень даже неплохо слишком уж дырявая эта юбка а так по размеру вроде неплохо надеюсь вы ждали выход этой юбки она безумная конечно но неплохо довольно смотрится даже просто с этой черной футболкой не могу уйти не померив вот это на камере это не очень понятно но это жакет который полностью расшит бисером и он кстати застегивается его застегнула он мне конечно большеват наверное и все-таки это тот вид вещей которые вот пристально на них глядя смотрятся суперски а когда ты их надеваешь и просто вот так издалека бросаешь взгляд кажется что что-то не то ну просто странная вещь ситуация я вернулась шоппинга сейчас поговорим с вами про покупки но у меня в общем небольшой перерыв мне очень хочется чего-нибудь такого на десерт но в холодильнике у меня к сожалению абсолютно пусто в таких ситуациях всегда спасает уже просто в который раз прям проверенная комбинация это овсяное молоко которое у меня есть всегда потому что я на нем как раз делаю себе матчу бананы и джем в общем беру обычно один банан дальше добавляю клубничный джем от махеев у него очень насыщенный клубничный вкус с кусочками ягод дальше добавляю овсяное молоко и вот мой вкусный и вполне себе полезный смузи готов что пару глотков и мы с вами приступим к обсуждению покупок ну что наконец-то та часть ради которой наверное половина смотрела это видео что же я себе купила очевидно наверное для многих тадам я не могла уйти без этой сумки с этой роскошной сумкой вот я не расстаюсь теперь всю неделю она у меня где-то неделю и вы не представляете какое-то счастье я так благодарна себе что я все таки ушла с ней потому что все конхенде как-то было довольно сложно вообще понять с чем я могу носить у себя в гардеробе насколько она будет практичной и удобной могу вам сказать что на данный момент это самая практичная сумка у нее такой красивый цвет просто она столько комплиментов уже получила потому что я ее естественно представила в инстаграме у меня сразу стали спрашивать что это за бренд многие думали что это люксовая сумка винтажная сумка какого-то дорогого дома если честно я вообще без понятия что это за бренд потому что это такая древняя сумка что у нее просто нет никаких опознавательных знаков ее нужно реставрировать у меня есть потрясающий контакт женщины которой я уже обращалась она делает великолепные реставрации потому что здесь чуть-чуть ну как чуть-чуть в общем сумка видно что она винтажная и в этой винтажности на самом деле ее прелесть потому что мне нравится что она чуть-чуть деформированная но при этом она действительно роскошно выглядит у нее такой цвет такая фактура это страусиная кожа как вы можете заметить я уже здесь повеселилась со своими штучками здесь было несколько брелоков я я надеюсь я правильно это произношу в общем мне нравится такой вайб аля биркин на минималках возможно я сюда еще немного добавлю каких-то украшений потому что мне нравится такое знаете веселое настроение этой сумки у нее супер практичные ручки потому что я могу носить на сгибе локтя я ее могу носить на плече в нее помещается просто половина моей квартиры я могу складывать сюда свою камеру микрофон штатив блокнот всякие мелочи пудру духи это так классно я просто уже забыла то потрясающее чувство когда ты выходишь с сумкой да она весит какое-то определенное количество но ты знаешь что в этой сумке будет и бутылка воды и блокнот и какие-то зарядки от телефонов в общем ты чувствуешь себя супер комфортно удобно и когда эта сумка еще такого цвета вы просто посмотрите какой это цвет я опять без понятия как это смотреться будет на камере но она действительно классная у нее есть ножки с обратной стороны она выглядит так же сумка просто чудо мужчина который был в этом бутике который был на кассе он меня искренне поздравил с такой удачной покупкой у меня было ощущение что он сам удивился что в их магазине была такая сумка потому что я вам говорила что в секонд-хендах вообще винтажных магазинах очень сложно найти подобающего состояния качество вида сумку но знаете чудеса случаются и с этой сумкой мы встретились и мне кажется я с ней точно не скоро еще расстанусь потому что она приносит такой веселый такую веселую ноту в мой монохромный гардероб и я просто бесконечно обожаю как она смотрится с темно-синим даже вот с этим пиджаком это мужской пиджак поэтому всегда говорю пиджак потому что в каждом видео когда я говорю пиджак-пиджак мне обязательно кто-нибудь напишет в комментариях это жакет все что носит женщина это жакет но если женщина носит мужской пиджак я думаю он продолжает быть пиджаком в общем я буду очень любопытно узнать ваше мнение про эту сумку как она вам понравилась ли она вам или нет но знаете мне она понравилась настолько что я должна сделать усилие и прекратить они говорить потому что я вам сейчас покажу мою следующую покупку ну что думаете с каким платьем в итоге я вышла с учетом всей той горы которую я перемерила я вышла вот с этим чудесным экземпляром и представляю вашему вниманию платье в сочетании с казаками потому что я это платье полюбила носить именно с такой грубой обувью мне кажется получается вообще хороший контраст наверное вы могли заметить может и нет но если я выбираю платье я прям люблю платье такие на бретелях довольно простого фасона почему-то другого типа платья на мне мне лично воспринимаются как какие-то перегруженные немного слишком нарядные когда они по типу такой аля ночная сорочка мне это прям вообще очень устраивает к тому же да на контрасте с обуви получается мне кажется довольно неплохо этого платья прям все хорошо и длина и необычный фасон потому что здесь внизу есть нижний слой платье типа подкладки и на ветру получается вообще супер эффектно идеально для меня простое в меру короткая так что я могу со своими заморочками и ходить в дневное время суток отлично и конечно куда я без этой сумки теперь потому что платье и с этой сумкой смотрится просто великолепно мне кажется хорошие покупки будет вообще интересно узнать друзья как вам это платье может вам понравилось какое-то из платьев которые я примеряла напишите пожалуйста обсудим будет интересно но я пока в восторге от этого своего бога платья потому что получилось довольно весело главное что я это буду носить я такое люблю и с новинками мне кажется с удачными покупками меня у меня сегодня офис на кровати заболела голова но это ничего потому что я сделала то что я хотела сделать я публиковала новое видео только что в пятницу как вы знаете друзья на бусте вы можете и поддержать мой канал и за очень лояльную цену 50 рублей в месяц получить ранний доступ к видео без проблемах смотреть на бусте и также вы можете почитать много личных постов я делюсь на бусте тем что не рассказываю других своих социальных сетях пишу много мотивационного в общем рассказываю я справляюсь с разными ситуациями в жизни просто делюсь своими находками например одежды даю ссылки в общем стараюсь быть вам полезной и интересной также выкладываю рецепты с детальной расшифровкой и на бусте кстати есть прям большой раздел в котором я писала про то как я обрабатываю свои фотографии какими фильтрами я пользуюсь в общем про все мои лайфхаки которые я собрала за свое уже довольно долгое время введения в блога так что если вы заинтересуетесь ссылку вам с радостью оставлю внизу под видео и конечно же огромное спасибо всем кто меня уже поддерживает мне очень приятно так что если вы хотите посмотреть на бусте Я сегодня утром хитрее всех на свете. Мачо мне очень нравится в норе, как вы понимаете, а вот в выпечках в последние разы у них были какие-то не очень вкусные скуны, поэтому я зашла в другое кафе. Диме взяла вот такой шоколадный кекс, а себе взяла банановый хлеб, прихватив ложку в салфетке. И сейчас я замечательно позавтракаю. Достала свой банановый хлеб и завтракать буду в компании своей чудесной сумочки. Необычное наблюдение. Я вот когда снимаю, особенно если я снимаю на телефон что-то, просто кадры улицы, и люди, которые видят, что я вдруг остановилась, начала что-то снимать, они обязательно тоже останавливаются и начинают смотреть в мою сторону. Наверное, люди скорее в большинстве случаев снимают действительно что-то из ряда вон выходящее, когда кто-то неподобающе себя ведёт или, не знаю, какие-то ситуации такие случаются. И, видимо, действительно мало кто, вот так как я, как полоумная, иду-иду, раз торможу и начинаю снимать, например, голубя или листики в солнце. Вот я очень люблю снимать вот такие кадры, когда солнце вот так прячется в листьях. И я ещё говорю, я неромантичная. Ну, наверное, это нет неромантизм, это больше про поиск хорошего кадра, чтобы я потом радовалась на монтаже. Это, наверное, больше практичность. Субтитры сделал DimaTorzok Я вам переозвучиваю эту часть, потому что на момент озвучки микрофон меня подвёл. В общем, я вам рассказывала, что у нас была суббота. Я сделала всё дело утром, сходила за кое-какими продуктами и вот как раз весь день собиралась просто проводить дома уютно. И чтобы как раз время уютнее проводить, я хотела состряпать пирог, который я подсмотрела когда-то у моей мамы. Ну, рецепт очень-очень простой. Я вообще не заморачиваюсь. Всегда беру вот такого вида теста. Оно очень вкусное. И готовлю начинку, которая состоит из тунца. Знаю, что можно также взять сайру. Нужно будет приготовить рис и обжарить лук. У меня есть остатки красного лука. А потом в остывшую начинку я просто добавлю мой уставший пучок петрушки. И это будет очень вкусно. А ещё я хотела поэкспериментировать и вместо сметаны взять вот такой творожный сыр, чтобы этот пирог есть как холодным, так и горячим. Он в двух видах хорош. В общем, приступлю к готовке. А детальный рецепт, как обычно, оставлю вам на бусте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вчера купила цветы. Вообще, предполагалось, что это будет два букета. Но сейчас я сильно сомневаюсь, что вообще, что из этого выйдет. Потому что я совсем как-то забыла, что в последнее время, в последний, наверное, год, либо поменялся сорт вот этих элстом, либо у меня поменялось обоняние. Но это настолько невыносимо, как они пахнут в плане того, что пахнут не сами бутоны, а вот именно стебли и зелень, а вот именно стебли и зелень. Это какой-то давящий запах. И к тому же они уже совсем, знаете, пожухлые стали. Прям печально. Никогда не подводят мои любимые антуриусы, потому что я не могла выбрать, в каком цвете их брать. Либо в алом, либо в красном. Господи, это белый. Либо в белом, поэтому взяла два. И как раз хотела сделать два букета. К белым, собственно, предполагались элстомы. А к красным я хотела добавить вот этот чертополох, который в таком сизосинем цвете. Я уже подобное сочетание покупала. Было классно. Но и этот чертополох, я не знаю, как его правильно назвать, он тоже начал засыхать. В общем, какой-то кошмар. В общем, буду придумывать, что с этим делать. Потому что цветы в ведре, это, конечно, весело, но не в таком состоянии. Их нужно подрезать и как-то нормально скомпоновать. Потом покажу вам. В общем, я расформировала цветы. Дождалась, пока элстомы засохнут. И у меня вот такая интересная композиция получилась с двумя красными антуриусами. Мне кажется, очень стильно смотрится. С учетом того, что еще черный такой фон, мой этот минималистичный бумажный светильник. Прям очень радует глаз. Друзья, огромное вам спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо за то, что, быть может, поставили ему лайк. Написали комментарии, за которые я вам буду очень признательна. Или если у вас есть какой-то вопрос тоже, не стесняясь, пишите здесь, под видео. Или заходите в телеграм, пишите ваш вопрос там. Я все скриню. Мне очень приятно с вами общаться. И если вы хотите поддерживать нашу связь, видеть чаще интересные какие-то находки, просто парижскую атмосферу, видеть меня чаще, то вы это можете сделать в телеграме, где я публикую свои фотоколлажи, небольшие мои размышления. В общем, ссылку оставлю внизу. И если вас интересуют красивые картинки, интересный контент, без лишних слов, потому что в инстаграме у меня другая атмосфера. Там я вас ничем не нагружаю лишним, просто показываю красивое, чтобы у вас поднималось настроение. И, пожалуйста, не забудьте проверить подписку на канал. Это очень важно для видео. Огромное вам спасибо за обратную связь в предыдущем видео, где я вас спрашивала вообще, как загружаются видео, что делать. Пришли к выводу, что действительно видео лучше смотреть с телефона. И если вам хочется поддержать канал или увидеть видео гораздо раньше, я их публикую в пятницу, то вы это можете сделать, как вы знаете, на Густье. Огромное вам спасибо еще раз, что вы были со мной. Я вас крепко обнимаю и совсем скоро увидимся.